и совершать мобилизацию. Вот здесь ваш лоск будет полнослойный. Он вот здесь будет сплит, а вот здесь он будет полнослойный. Здесь это подвижные слизистые? Нет, это до границы муки геневальной. Дальше в зоне муки геневальной границы вы начинаете опять расщепляться, так как мы сегодня уже об этом разговаривали, с опущенным лопатом, со скальцелем, перо которого вы должны видеть. Таким образом вы расщепляетесь до того момента, вы делаете мобилизацию, пока вот эти сосочки не легли свободно в зону вершины бывших сосочков. вот эта вот модель будущих ваших сосочков, они у вас уложились все сюда, и вы их зафиксировали обычными, междубными швами, никаких чудес. Если у вас очень сильное расщепление получилось, такое иногда бывает, к сожалению, как-то сократился лоскут, ну всякое бывает, хотя здесь за счет того, что здесь отсутствуют вертикальные разрезы, лоскут фактически не сокращается, он не убегает. Вы можете еще прижать просто обычными швами, но я, как правило, этого не делаю. И только если подсовываю туда твердую мозговую оболочку, иногда ее прижимаю, чтобы она не баловалась, потому что она имеет такое свойство, при контакте с ротовой полостью она реализируется. Ну и в общем-то нежелательный эффект, честно говоря, чтобы она туда откуда-нибудь выступала, поэтому я ее фиксирую. Иногда не фиксирую. Вот на нижней челюсти как-то у меня она так удачно обычно укладывается, что... А как вы ее туда подкладываете? Если вот здесь у нас такое расщепление у вас, у вас вот обла сосочка. Так. Но вы расщепили же до корня, до поверхности. Правильно? У вас же здесь корни. Вы не забывайте, что у вас рецессия не потому, что там здоровая кость. Там корни. Непонятно с разрезом? Я хочу вопроса на самом деле. Да, разрез непонятен. Насколько вот нужно... Извините. Вот этот вот. Это сколько? Полный сантиметр. Миллиметр. Вот это свободная весна, вот это прикрепленное. Это то, что мы с чего сегодня начинали с вами. И не просто так пан мучила вас с анатомией, с этой институтской. Это важно. Вот здесь должно быть полнослойный лоскут с надкостницей. А отслойивается с надкостницей? Да, полнослойный лоскут, он полный. Он так и называет эту технику, джекеля назвал сплит-фолл сплит. Вот прямо отсюда полнослойный, ведь здесь сначала расщепленный, а потом полнослойный? Да, вот здесь он расщепленный. Расщепленный немножко. Да. А сколько? Сколько? Вот здесь расщепленный. у вас десна вот здесь свободно когда у вас заканчивается свободная десна вы идете в полнослойную лоску чем невозможно сделать по-другому это свободная десна маргинальная да нам просто европейской литературе называется свободно это наш термин маргинально я может быть вас тут трансплантатом совмещается на теле раньше делал теперь говорит вот я его слушала просто как раз ночью год где-то назад и он сказал что я не перестал эти трансплантаты туда подпихивать я пока подпихиваю твердую мозговую оболочку посмотрю но у меня подпихивают честно только в случае абсолютно тонкого биотипа когда мне даже не столько рецессии хочется чтобы немножко как-то перед ортодонтическим лечением сейчас есть новая вообще как бы тенденция я очень плотно работаю с ортодонтами и делаю им подготовку продонтологическую перед ортодонтическим лечением в целях устранения и утолщения биотипа десны потому что естественно мы все знаем что после ортодонтического лечения рецессии в некоторых случаях совсем проходит и уходит и у меня есть такие пациенты у которых потом на выходе оказалось ничего оперировать когда есть пациенты которые наоборот приходят после ортодонта с очень большими и сейчас ортодонты стали отправлять на какую-то превентивную вот такую вот хирургию продонтальную перед лечением особенно в зоне подлежат такой методике пациента если это на нижних резцах стиральная доска если это тонкий биотип десны много наличия тяжей одновременно с этой методикой я делаю сразу вестибулопластику и уздечки и все туннелем там иссякаю если мне надо еще пришиваю куда-то к надкоснице ну это вот да один раз зато уже после ортодонтического лечения посмотрим что там будет в основном бы результаты все-таки хорошие ткани удерживаются хорошо на какое-то время я могу сказать у меня мне самой лично делали методику коронального просто смещению с небным трансплантатом у меня произошел рецидив через семь лет и он произошел намного хуже чем был я всем обещала рассказать один забавный случай из своей практике когда не надо иногда лезть куда тебя не просят была у меня такая клиническая ситуация лет наверное шесть назад один очень уважаемый доктор который работает тастой поставил имплантации мы достаточно молодой ортопед прислал мне пациента и говорит вы знаете вот сейчас временная коронка нижний клык сосочка нету прекрасный молодой человек здоровый такой пышащий вообще здоровым позитивом ну я так посмотрела сделала снимок кости везде вокруг имплантат все хорошо позондировала все плотненько очень десневое соединение но я так решила думаю сделаю-ка я ему такую штуку подтяну просто сосочек наверх ослаблю в зоне макогеневального прикрепления отслою этот лоскут наверх и вытяну его вот понятно да что я сначала сделал разрез послабляющий а я откидываю и прихожу абсолютно кошмар потому что там есть две картикальные пластинки и дыра абсолютно до опекальной части имплантата нету ничего рядом двойка своя собственная и вот этой позиции сорок третьего зубина всю жизнь его запомнилась картина потому что долго мне мне смотрела в эту дырку но понятно что если еще сложу туда сосочек там ничего не будет там просто будет да да в общем и целом мы пошли таким образом меня была на тот момент просто под рукой мембрана которая не требует полноценного перекрытия которая по которой она тоненькая по ней ползет эпителий мы засыпали на графт я вытянула лоскут максимально наверх оставили дырку внизу перекрыли немножко коллагенкой мембраной но в общем через полгода пациент был хорошо запротезирован сосочек вырос честно знала бы никогда в жизни бы не влезла вот стоял этот имплантат стоял это каран на самом деле после вот этого вмешательства было чревато вообще перри имплантитом и помню как бы вот просто было везение доктор вообще человек очень уважаемый в городе на кафедре сотрудник и так далее на хирург известный конечно она просто думала что она посидеет когда я рассказала что там с костью случилось но вот такие бывают истории поэтому когда вы замышляете какое-то вмешательство подумайте можно ли обойтись без него на самом деле сейчас очень большой ортопедический потенциал и можно некоторые проблемы решать за счет ортопеда и принуждать их к этому в общем чтобы они шли с вами на сотрудничество и работали так как вы хотите я хочу услышать может есть какие-то пожелания я что-то еще успею вам рассказать дом а это мы пока оставим потому что потом еще раз разберем после операции саму методику еще дмитрий николаевич хотел перри имплантиты рассказать в следующем видео